На время летних каникул для тюменских ребятишек приготовлена разнообразная программа занятости. Это оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и палаточные лагеря и загородные оздоровительные учреждения. Все лето в городе будут работать спортивные досуговые площадки. А вот ребятам, которые решили летом подзаработать, прямая дорога в отряды мэра. В каких сферах будут задействованы подростки и на какую зарплату могут рассчитывать, спросим у ведущего специалиста Комитета молодежной политики Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Кристину Плоскову. Кристина Александровна, доброе утро. Мы знаем, что прием заявок на первую смену отряда мэра стартовал 1 апреля. А с какого возраста можно уже туда вступать? В отряды мэра можно трудоустраиваться с возраста 14 лет при наличии паспорта и при обязательном наличии разрешения органов опеки и попечительства в соответствии с трудовым законодательством. Желающих много. Уже известно, какое количество будет работать летом? Желающих много. Всего в летний период запланировано трудоустроить 7100 человек. Из них 3060 в отрядах мэра. Распределены смены следующим образом. На первую смену 1410 человек, вторая смена 1050 человек и третья смена 600 человек. А чем будут заниматься в этом году ребята? Есть ли отличительные какие-то особенности, новые, может быть, квалификации, которых не было в прошлом году? В 2015 году спектр предлагаемых видов деятельности расширился до 34-х. И новыми видами стали помощник повара и помощник методиста-инструктора по туризму. Кроме того, ребята могут трудоустроиться по различным специальностям. Это помощник делопроизводителя, помощник специалиста по связям с общественностью, помощник библиотекаря, помощник рабочего по ходу за животными, сотрудник творческой бригады «Связь поколений», творческой бригады «Кураж», помощник фотокорреспондента. И многие-многие-многие другие виды деятельности. Более подробную информацию о них можно получить на сайте администрации города Тюмени, тройное W.tumancity.ru, в разделе «Общество», «Организация отдыха и оздоровления населения», «Организация временного трудоустройства подростков». Вот вы сказали, что будет три смены, да, у нас. А тогда сколько примерно будет длиться рабочий день у детей? Тоже 8 часов? Или он будет какой-то сокращенный? Пройдет три 10-дневные смены. Рабочий день длится 3 часа в день. Период времени с 9 до 12 часов. Очень удобно. Очень удобно, конечно. Потом свободные будут ребятишки. Конечно, плюс деньги заработают. Что касается оплаты труда, сколько денежек-то ребятишки заработают? И зависит ли сумма, зависит ли заработок от тех предприятий, где они будут работать? Нет, заработная плата фиксированная. Рассчитывается из расчета минимальной размеры оплаты труда в Тюменской области и за пропорционально отработанное время, то есть за 10 дней. И составляет в июне 2045 рублей, в июле 1867 и в августе 2045 рублей. Это зависит от количества рабочих дней в месяце. То есть в июне и в августе это количество одинаковое, 21 рабочий день. Дополнительно подросткам трудоустроенным отрядом мэра выплачивается поддержка центра занятости города Тюмени и Тюменского района. В пределах 500 рублей она составляет. То есть плюсом к этой заработной плате, которую я озвучила. А что касается тех, кто еще не успел подать заявки, есть ли у них такая возможность подзаработать в летний период и куда подавать? Первая и вторая смены практически укомплектованы, но прием заявок на третью смену пройдет с 9 по 18 июня в Тюменском городском многопрофильном центре по адресу Луначарского, 10. Пожалуйста, приходите, подавайте заявки. Да, и тогда еще раз напомним, какие документы с собой приносить нужно для разрешения родителям? От родителей требуется заявление обязательно, а перечень документов включает в себя копию паспорта ребенка. Если это 14-летний ребенок, то обязательно разрешение из органов опеки и попечительства, копию пенсионного свидетельства, СНИЛС, потом копию заявления банковского с выпиской счета, вклад молодежный или социальный Сбербанка. Так, ну, в общем-то и все. Главное собрать документы. Главное собрать эти документы, конечно. А еще справка формы 086У. Для подростков 15-17 лет требуются те же самые документы за минусом разрешения органов опеки и попечительства. Вот, кстати, о подростках. Вот я хотела бы спросить. Тех, кто постарше. Совершенно летний. 17 лет. А вот дальше, если идет группа от 18 до 23 лет, да, есть ли у них возможность, например, подзаработать? Конечно. Для такой возрастной группы у нас предлагаются такие виды деятельности, как бригадиры и диспетчеры. Тоже в отряды мэра? Тоже в отряды мэра. Туда также требуется копия паспорта, копия студенческого билета, вот, справка об отсутствии судимости обязательно, копия СНИЛС пенсионного. Если мы что-то забыли сказать, о каких-то документах, где это можно посмотреть? Да, вот весь перечень полных документов также можно посмотреть на сайте администрации города Тюмени в разделе организации временного трудоустройства. Там как приведен перечень документов, как для трудоустройства подростков, так и молодежи старше 18 лет. Вот и прекрасно. Дети с утра, по крайней мере, будут заняты в отрядах мэра, а потом уже их график будет более свободный. И подзаработать успеют и отдохнуть в том числе. Спасибо вам большое. Спасибо.